Я знаю, что может быть немного сложно объяснить, что когда я скажу, что у тебя китайские волосы, я имею в виду. Ну и как, наверное, сейчас понимаете, это очень смешно становится, потому что... И сегодня мы разбираемся, наверное, в вопрос, который я чаще всего слышу. Чем отличаются испанский из Испании и испанский из Латинской Америки? В этом видео я более подробно именно говорю испанский из Мексики. И чтобы нам было проще понять, чем они отличаются, я решил делать 6 пунктов. Ну и давайте начнем. Первый пункт, как может касаться самый очевидный, это произношение. В моем канале есть уже видео, как они звучат, поэтому вы можете посмотреть после этого видео. Второй пункт, это что в Латинской Америке мы не употребляем нести меня в осотрос. Третий пункт, это как мы употребляем временами. Очень часто бывает, что в Латинской Америке мы предпочитаем употреблять pretérito indefinido, а в Испании pretérito perfecto. Для этого будет отдельный урок. И четвертый пункт, я бы хотел сказать, что это устойчивое выражение. Как вы знаете, хотя страны очень близкие, тем не менее, были разные времена, разные артисты, разные фильмы, которые каждая культура принимает, какие-то новые формы общения. Ну, и, наверное, вы можете это прекрасно понять. Когда я учил русский язык, мне сказали, что до сих пор употребляется очень много фраз, которые были сделаны в советских фильмах. Как, например, ну, черт повери, Семен Семенович и так далее. Пятый пункт, это очень интересно, хочу вам сказать. И это, конечно, ругательство. Даже вы не поверите, но как ругаются в Испании, как в Мексике, это как будто другой язык. Просто никак не похож. У нас есть свои образы, у них свои образы. Если это вам будет интересно, тоже пишите в комментариях, потому что я очень боюсь такие видео сделать с такими контентом. И у нас остается шестой пункт, который в этом видео будем глубоко разбираться. Это как отличаются слова. То есть у нас есть существительные, которые в Испании говорят одной форме, и в Латинской Америке другой формы. В этом видео именно будем разбирать и сделать сравнение, как в Испании и Латинской Америке говорят. Хочу заметить, что население Испании около 50 миллионов и население Мексики более 130 миллионов. А если мы возьмем вся Латинская Америка, это более 500 миллионов людей. Поэтому это очень важно знать испанский из Латинской Америки. 50 миллионов, 500 миллионов. Решение простое, нет? Конечно, я бы хотел, чтобы вы поговорили на испанском, именно который вам нравится, который вам ближе, по душе. Но тем не менее, согласитесь со мной, что это очень важно понимать всех. Поэтому, если вы не хотите говорить так, ничего страшного. Но очень важно, чтобы вы знали эти слова, чтобы вы могли понять. Выбирайте форму, которая вам больше нравится. И я очень хочу, что это видео было очень интересно, познавательно и, конечно, интерактивно. Поэтому, позвольте, я хочу испытывать ваш испанский. Если ваш уровень начинающий, ничего страшного, тоже подходит. Как это будет работать, я скажу слово на русском языке, и вы должны сказать на испанском. Ну, и как мы сейчас изучаем отличия испанский из Испании, и испанский из Мексики, у каждого слова должны быть два ответа. У нас в этом упражнении будут 10 слов, чтобы мы могли считать очень легко. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, сколько слов вы знаете из Испании, сколько из Мексики, сколько в общем. И если знаете другие слова, которые могут подходить, я прочитаю все комментарии, поэтому пишите. Мне очень интересно знать ваше мнение. Первое слово. Квартира. Писо. Департаменту. О апартаменту. Второе слово. Этаж. Планта. Писо. Ну, и как, наверное, сейчас понимаете, это очень смешно становится, потому что, когда в Испании говорят «тенгу ум писо» это как типа «у меня этаж» или «ми писо с бонито». Дословно в Мексике это значит как «у меня очень красивый пол». Хотя в Испании это значит «у меня красивая квартира». Поэтому и тоже «планта» это для нас растение, как цветок, растение, да? И в Испании «планта». Ну, это этаж, потому что «писо» это значит «квартира». Понимаете? Конечно, мы по контексту все понимаем, но мне, правда, очень как-то весело, когда я слышу, допустим, такие объявления. «Busco piso». То есть, как переводить. «Ищу пол» или «ищу квартиру». Третье слово «бассейн». «Писина». «Альберка». Уверен, что это новое слово для многих. Четвертое слово, и мне кажется, тоже очень смешное. «Волосы». «Волосы». Если бы вы сказали «пэлло», молодцы! Ваш испанский из Испании. А если сказали «ковэдло», о, испанский из Мексики. О чем это смешного для нас? Мы говорим, что у животных есть «пэлло», а у людей «ковэдло». Поэтому мне немного смешно, когда вы слышите «О, эль пэлло, эволито пэлло». Это как «У меня нет меха, у меня волосы». Опять, по контексту все понимаем. Пятый – автобус. Легко. Автобус. А в Мексике говорим «камьон». А «камьон» в Испании – это примерно как грузовик. То есть, это не употребляют, чтобы использовать пассажирами. А у нас нормально «камьон». То есть, конечно, это могу касаться очень смешно в Испании, если я прихожу на автовоксале и спрошу «А не подскажете, где мой камьон?» Типа, что, ты забыл какой-то груз? Зачем у нас здесь грузовики? Это не здесь. Ты перепутал, мучачо. Шестой. Компьютер. Орденадор. Компутадора. Орденадор для меня звучит от глагола «ординар» – приказывать. Компутадор, мне кажется, это более универсальный, да? Но на испанском, внимание, компутадора – это женский род. La computadora. Седьмой. И мы раз уже хотели поговорить о технологии, как будет сотовый телефон. Мобиль. Целлюлар. Мне кажется, с этими словами будет очевидно влияние английского языка. Ну, как вы знаете, Мексика имеет огромные границы с США, и поэтому тоже мы очень близки к этими словами, и мы употребляем такие слова, которые, по сути, они из английского происхождения. Возьмой. Официант. Камареро. Месеро. Не знаю, но мне кажется, в этом случае Мексика победит по логику, потому что камареро, мне кажется, это слово кама, кама – кровать. Нет? Месеро, меса, месеро. Мне кажется, логичнее, нет? Как вы думаете? Пишите. Девятое слово – это, конечно, слово, которое испанцам очень смешно. Почему мы так называем душ? Душ, где мы можем принимать душ, окей? Не душ, как. Душа. Если вы сказали дуча, даже очень близко к русскому, молодцы. А мы в Мексике говорим регадера. Регадера – это слово тоже существует на испанском из Испании, и значит лейка, то есть, чтобы полить цветы. То есть, это звучит дословно, как типа я хочу принимать душ с лейкой. Ну, наверное, они так понимают, мне прекрасно. Даже вот это место, где душевая, можно сказать, как регадера – душевая комната. Las regaderas – las duchas. То есть, я, конечно, понимаю, но, мне кажется, я в Мексике говорю регадера. И в Мексике тоже регадера – значит лейка, но на самом деле я до этого не сопутствовался. Мне кажется, по контекстам очевидно, что я имею в виду. Нет? И наше десятое слово – это тоже опять огонь. Как будет кудрявый, да? Когда мы хотим говорить о волосе, которые мы уже учили, как pelo o covedo. Как мы скажем, что кудрявые волосы? Если вы сказали risado – молодцы, у вас хороший испанский. А если вы сказали chino, то есть, как китаец – поздравляю, вы мексиканцы. Я знаю, что может быть немного сложно объяснить, что когда я скажу, что у тебя китайские волосы, я имею в виду, что это кудрявые, хотя в Китае обычно у них прямое волосы. Но covedo chino – тоже очень интересное отличие. Пожалуйста, пишите ваш отчет, мне очень интересно знать результаты. Я все комментарии читаю. Если вы знаете другие слова, которые употребляют в Латинской Америке и в Испании, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. Если вы еще не подписались, пожалуйста, подпишите, потому что я так понимаю, что вам это интересно, и я с удовольствием могу продолжать эти полезные контент для вас. Если вам понравилось это видео, я буду очень рад и признателен, если вы можете поделиться это видео на ваших соцсетях, чтобы больше людей могли посмотреть, вот это материал полезный, и вместе сделаем вот этот тест. Субтитры сделал DimaTorzok